Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу Вайшлах, где рассказывается про противостояние Якова с Эсавом. А далее мы будем с вами учить по борьбу Якова с ангелом-покровителем Эсава. Говорят нам наши мудрецы, обратите внимание на очень-очень уникальные факты. Когда Яков идет навстречу Эсаву, он молится Всевышнему, Спаси меня от брата моего Эсава. Гацилени на мият. Эти три слова, их заглавные буквы образуют слово Аман. Гацилени гей, мият мэм, на нун. Гацилени на мият аман. Что здесь Яков Авину, когда идет воевать, бороться, противостоять Эсаву, он молится за нашу удачу в противостоянии потомку Эсава Аману. И написано, что если бы тогда Яков не молился бы, чтобы Всевышний помог евреям победить Амана через много-много-много лет, у нас бы, не дай Бог, ничего не получилось. Здесь, когда он идет навстречу Эсаву, он уже молится Всевышний, от селения на мият, спаси еврейский народ от будущего врага Амана. Потому что это заглавные буквы Аман. Также здесь, когда он встречается с Эсавом, написано, он сделал промежутки между подарками. Тора это называет Ревах. Поставь Ревах между подарками. Только в двух местах во всей Торе есть слово Ревах. Здесь, при встрече с Эсавом, и в Пуримские события написано, Ревах веацала было евреем, спасение Ревах был евреем. Вот здесь, Ревах, и там Ревах, опять нам Тора намекает, что здесь Яков вмешивается и молится в события, которые будут много-много лет назад, чтобы Всевышний спас евреев в Пуримские времена от Амана. И поэтому, когда мы с вами в Пурим будем читать Мегилат Эстер, в конце мы читаем фразу, что народ Якова радуется, и его спасли. Причем здесь Яков? Почему ты в Пурим упоминаешь вдруг Якова? А мы все уже объяснили, потому что Яков, он очень сильно помог нам, и без него мы бы не смогли одолеть Амана, Пуримские события. Далее, в недельной главе, он идет и остается один, и борется с ангелом, ангелом-покровителем Эсава. Написано слово Левадо. Остался он Левадо, остался он один. Говорят нам наши мудрецы, не читай Левадо, а читай Лекадо. Пошел он за кувшинчиком. Пошел он за кувшинчиком, и на него напал ангел-покровитель Эсава. Какой это был кувшинчик, говорят нам наши мудрецы, тот самый кувшинчик, который потом Всевышний помог найти нашим потомкам во времена противостояния грекам, и из этого кувшинчика будут наливать минору, ханукальный кувшинчик, ханукальное чудо. Тот самый кувшинчик пошел его забирать Яков, наш праотец, и на него нападает ангел-покровитель Эсава, и он с ним борется. И точно так же, как в хануку через очень-очень много лет, наша еврейская армия была очень-очень маленькая, и мы победили огромное греческое войско в войне, здесь тоже Яков борется с ангелом-покровителем. Написано, что Всевышний сделал так, что наш мир держит три ангела. Один держит море и океаны, один держит города, где живут люди, третий ангел, он держит пустыни, где нету людей. То есть каждый ангел имеет силу держать треть мира, и Яков его одолевает. Точно так же, как маленькое войско одолело греческое войско в Хануку, Яков побеждает мощнейшего ангела. Он был слабее, но Бог делает чудо, и он его одолевает, он его побеждает. И здесь мы можем тоже увидеть очень важную вещь. Почему в Пурим, когда появился враг Аман, Мордыхай и Эстер говорят, собирайтесь, евреи, и молитесь? А в Хануку, когда мы воевали с греками, не написано, что Матитьяу и его дети собрали весь народ молиться, они просто пошли на войну. Понятно, что каждый молился, но не было общественной молитвы, как это было в Пурим. Откуда мудрецы тех времен знали, как себя вести? Почему Мордыхай повел себя так, что он молился, собрал всех молиться, три дня пост и молитва? А мудрецы эпохи Хануки, они не делали общую молитву, а пошли на войну, потому что они учились у Якова. Яков, когда пошел противостоять Аману, он пошел молиться. Отсели они на Амият, спаси меня от Амана. Моих потомков, моих детей была молитва. Поэтому Мордыхай и Эстер сказали, нужно молиться. Так Яков поступал. Но когда воевали с греками, не делали молитву, пошли на войну. Почему? Потому что Яков пошел на войну с этим ангелом. Не было какой-то молитвы, конечно, она была. Но Тора ее не подчеркивает, так особенно, как Тора подчеркнула молитву перед встречей с Исавом. Поэтому мудрецы эпохи Хануки знали, что нужно идти воевать и не нужно сейчас делать общественную молитву. Так их научил праотец Яков. И здесь мы видим удивительные вещи, что уже тогда праотец Яков помог нам спастись в Пуре своей молитвой, помог нам достать ханукальный кувшинчик и одолеть ангела-покровителя Эсава. Спасибо огромное за внимание. Вот такая у нас чудесная, уникальная, удивительная недельная глава Ваишлах.